Сегодня мы начинаем новый учебный модуль, посвященный академическому исследованию. В этой лекции мы поговорим о важности и актуальности богословских исследований. Прежде всего дадим определение. Что такое научное исследование? В самой простой интерпретации научное исследование – это один из видов познавательной деятельности, представляющий собой процесс выработки новых научных знаний. То есть это целенаправленное познание, комплекс логических построений и экспериментальных операций, выполненных в отношении некоего объекта исследования для определения его свойств и закономерности развития. Среди христиан до сих пор продолжают бытовать мнения о ненужности богословских исследований. При этом ссылка идет на нехватку практических служителей. Таким образом противопоставляются две стороны – познание истины и практическое ее воплощение. В этой лекции хотелось бы привести семь аргументов в пользу богословского исследования. Первое. Прежде всего мы верим, что Божья истина жизненно важна для современного мира. Людям легко понять, почему медицинские, сельскохозяйственные и научно-технические исследования важны для мира, который сталкивается с проблемами бедности, болезней, загрязнения. Но для чего же нужно богословское исследование? Казалось бы, самое большое, в чем нуждается мир – это новые технологии. Тем не менее, есть что-то такое, в чем мир нуждается гораздо больше. В том, чтобы найти Бога и познать Его волю. Христиане верят, что Бог явил Себя в высшей степени через Иисуса Христа, и что мы имеем доступ к этому откровению в Библии. Если это правда, если действительно Библия – справочник Творца для человеческой жизни, то не может быть ничего более важного, более захватывающего и более практически полезного, чем изучение библейского откровения во всех его аспектах и глубине, а также стремление добросовестно применять его в условиях современного мира. Вторая причина заключается в том, что современный мир постоянно выносит на повестку дня все новые вопросы, которые нуждаются в изучении. Например, последние социально-этические, политические и экономические тенденции обусловили актуальность библейского учения относительно вопросов бедности, феминизма, сексуальности, национализма, вооруженных конфликтов и экологии. Археологические, социологические и литературные исследования проливают новый свет на библейский современный мир, открывая новые возможности для понимания, а также иногда создавая и новые трудности для традиционной христианской веры. Существует, таким образом, большой спектр и потребность в новых и текущих богословских поисках. Третье. Хорошо обоснованные богословские исследования полезны и даже необходимы для христианского возрастания. Любопытно, но церковь, несмотря на свое исповедание веры в Божие откровения, часто пренебрегала глубиной изучения этого откровения. Некоторые христиане воспринимают существование экспертных научных исследований о чудесах Божьего творения как нечто само собой разумеющееся и одновременно довольствуется весьма поверхностным и любительским пониманием Божьей истины в Писании. Проблема может частично вытекать из неправильно понимаемой некоторыми христианами идеи так званого «простого Евангелия». Из-за того, что суть христианской веры может понять даже ребенок, как правило, они предполагают, что нет необходимости в экспертных исследованиях или глубоких учениях. Но Божье откровение, по сути своей, как бесконечно глубокое, так и невероятно простое, и никакие исследования и размышления с нашей стороны не исчерпают его богатство. С другой стороны, кормление взрослых христиан учением на уровне воскресной школы может привести к катастрофическим последствиям. Некоторые, будучи неудовлетворенными, неадекватными ответами на реально жизненные вопросы, разочаровываются и отпадают от веры. Другие, находясь в замешательстве, охладевают и теряют свой энтузиазм и переверженность христианскому свидетельству и служению. Это означает, что существует потребность в глубоком изучении Писания. И если мы хотим, чтобы оно было действительно удовлетворительным, его должны подкреплять научный подход и точные исследования. Следующая причина состоит в том, что в современных реалиях необходимо хорошо проработанные ответы Церкви на ложное учение. Противоядием от теологических ошибок, от кого бы они ни исходили, является именно правильное богословие, а не его отсутствие. Путаница и сомнения не исчезнут, если мы закроем глаза на проблемы и просто осудим ересь некоторых богословов. Мы должны убедительно доказать, почему их идеи неправильны, и, что более важно, разработать истинные библейские ответы на проблемы современности, ответы, которые будут удовлетворять. Это должно быть постоянной потребностью. Ведь постоянно выдвигаются новые теории, противоречащие некоторым аспектам нашей христианской веры. Вот почему всегда для решения этой проблемы требуется новое исследование. Пятое. Еще одна немаловажная причина проводить глубокое библейское исследование заключается в том, что оно является неким вкладом в христианский диалог между евангельскими и неевангельскими теологами. Для проведения исследований и создания учебников завтрашнего дня необходимы преданные и квалифицированные христиане. Такие учебники будут формировать мышление будущих учителей и проповедников и в конечном счете оказывать глубокое влияние на будущую жизнь церкви и общества. Шестое. Следующий аргумент в пользу изучения богословия связан с необходимостью достижения баланса в теле Христовом. Совершенно естественно полагать, что в нашем нуждающемся мире такой труд, как евангелизация и оказание помощи имеет гораздо более высокий приоритет, чем богословские изучения и исследования. Но если мы собираемся проповедовать без адекватного обучения и без ответов на ложные учения, тем самым мы в конечном счете выбиваем почву из-под собственных ног. Ведь в теле Христа требуются не только евангелисты и люди, оказывающие всевозможную помощь, но и преподаватели, которые будут созидать церковное общение, и научные работники, которые найдут время для изучения и толкования Божьей истины для современного мира. И, наконец, последнее, седьмое. Современное богословское образование должно идти в ногу с аккредитационными требованиями. И совершенно очевидно, что для того, чтобы иметь право преподавать, учить других, нужно самому много писать, исследовать и много публиковаться. В этом заключается одно из квалификационных требований. Для аккредитации наших отечественных учебных заведений нужны магистры и доктора. Это далеко не полный список доводов в пользу богословских исследований, но и их достаточно для приобретения стимулов и вдохновения для их осуществления. Итак, мы поговорили с вами о важности богословских исследований и разобрали причины, почему сегодня нужно заниматься исследовательской работой. На следующей лекции мы будем рассматривать основные этапы богословского исследования.